Три часа ночи. Сегодня в три часа ночи на улице Тургенева, под стенами бывшей типографии «Уральские рабочие», что в самом-самом центре Стольного Града Екатерины, приключилась очередная драка, участвовали в которой клиенты бара «Чё почём», открывшегося в бывшей типографии полгода назад и уже задолбавшего местных жителей постоянными ночными и утренними битвами, пьяными криками, руганью. О некоторых драчках на тихой улочке Тургенева мы рассказывали. Напомню, что недавно, по жалобам аборигенов, в чё почём, посреди ночи заявились полицейские, усиленные ОМОНом. Тогда в заведении обнаружили безакцизное пойло. Казалось бы, точку надо закрывать, но нет. Пока что полицейская проверка продолжается. Ну а кабак с палёным бухлом продолжает функционировать. Дешманская наливайка в центре полуторамиллионника заманивает молодёжь, последняя ужирается в сопли и устраивает разборки вне заведения, за аркой, на улице Тургенева. Жилых квартир в этом центральном тихом закутке возле университета немного, но их обитатели по ночам страдают от шума дрочливых пациентов. Вот такой вот малый бизнес, который типа надо поддерживать, развивать, ибо малый бизнес налогами спасёт экономику России. Надо властям уже что-то решать с этим кабаком. Его руководство, конечно, сразу начнёт лукавить. Дескать, люди дерутся не в заведении, значит, мы не в делах. Формально так, но нажираются-то в дровосятину и начинают конфликтовать. Они в чё почёме? И если раньше громкие массовые побоища случались ранним утром по выходным, то сегодня ночью драчка случилась прям посреди недели, а местным людям утром на работу. Кто-то из журналистов назвал эту сегодняшнюю драку массовой. Но это совсем не так. Там была драка и была массовая, но массовой драки не было. Бились бухие парни один на один, то есть раз на раз, о чём всех уведомил рефери поединка. Почему бухие чопачёмовцы бились, неизвестно. Может, один из них ночью болел за Хорватию, но это так в качестве версии. Чем запомнилась эта недолгая битва? Толчком в грудь, броском с проивом полусуплес и попинованием лежачего соперника. Завершилась эта незатейливая стычка тем, что одного драчуна утащили в сторону, ну, видимо, тем всё и кончилось. Казалось бы, не очень долго и не очень громко, но если бы это была единоразовая акция, то вроде можно аборигенам и потерпеть. Но если, а тут без если, такие пьяные битвы проводятся регулярно, то, конечно, власти уже должны предпринять какие-то меры. Но слишком часто это заведение стало мелькать в СМИ в негативном плане. Это не просьба о финансовой помощи, это призыв сохранить остатки честной и патриотической журналистики на Урале. Если хотите 9,5, как раньше, жестко, метко, хлестко, без соплей, то помогите нам. Станьте нашими спонсорами. Сила в правде, и мы её постоянно показываем. Поэтому, если кто-то сможет в это тяжёлое время найти небольшую сумму для новостей Черемета, будем благодарны, отработаем сполна. Просто нажмите в нашем профиле кнопку «Спонсировать» и следуйте дальнейшим указаниям и инструкциям на экране. Заранее спасибо, ребята. Вместе мы выстоим. Продолжение следует...